Все начинается с резюме, конечно же, и мы сами выходим иногда с инициативой, когда у нас есть вакансии по подбору специалистов. На каждую должность есть профиль должности, где перечислены те компетенции, которые необходимо иметь работнику. Оценивается, конечно, опыт работы предыдущей, наличие базового профильного образования, желательно, и сейчас мы уже будем говорить, что на отдельной должности только базовое профильное образование. Конечно же, это стрессоустойчивость, коммуникабельность и понимание того, что работник приходит в регулирующий орган, ответственный за выполнение таких функций, надзор, лицензирование, оценка безопасности в области использования атомной энергии, источников ионизирующего излучения. То есть человек, приходящий к нам, должен понимать ту ответственность, которая возлагается на него, кроме тех возможностей, которые им предоставляет Госатомнадзор. Безусловно, перед Госатомнадзором был серьезный вызов, стоял, когда в 2013 году мы почти вдвое увеличили свою штатную численность. Конечно же, здесь была огромная нагрузка на кадровую службу по подбору персонала, на всех начальников подразделений, потому что, в общем-то, желающих купцов было очень много. На сегодняшний момент текучка у нас, мне кажется, она не характерна, но можно уже сказать, что Госатомнадзор узнаваем, потому что, если раньше мы выходили с инициативой для приглашать сотрудников к нам в Госатомнадзор, выходили на разные сайты, в организации, высылали приглашение организациям, которые находятся в ядерной сфере, то на сегодняшний момент я хочу сказать, что у нас уже есть из кого выбирать. У нас уже есть перечень тех желающих, которые хотели бы прийти, и даже когда нет вакансии, все равно к нам поступает резюме, и мы, естественно, их тоже рассматриваем, и формируем свой резерв кадров для будущей, в общем-то, своей деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok